К земле движется ледяная глыба. Да-да, именно так. Переживать, правда, пока не стоит. С планетой она не столкнется, а приблизится на видимое расстояние еще не скоро. Это едва заметная зеленая точка комета с непоэтичным названием С-2022Е3ЗТФ. Как и многие другие кометы, она представляет из себя смершиеся комья снега и ледяные айсберги с вкраплениями камней и пыли. Вот это уже ядро кометы. При пролете близко от солнца лед тает, камешки и пыль освобождаются. И под давлением солнечного ветра и появляется шлейф кометы. Комета летит достаточно близко от Земли. Она пройдет в ближайшее расстояние от Земли и Солнца в районе 1 февраля. Тогда предполагается, что она и будет наиболее яркая. И тогда, видимо, можно будет ее видеть без применения оптических средств. Смотреть нужно между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Комета появится там. Главная ее особенность – период обращения вокруг Солнца. Предположительно, он составляет 50 тысяч лет. Можно только догадываться, кто видел ее в прошлый раз и кто увидит в следующий. Однако такие философские размышления астрономов не интересуют. Для них это еще один предмет исследования. Кометы образованы из того прото-вещества, из которого образовалась вся Солнечная система. А те кометы, которые далеко от Солнца, они мало подвергаются воздействиям различным. То есть это прямо настоящие первичные вещества. Вот изучение этого вещества помогает пролить свет на происхождение Солнечной системы, в том числе и Земли. За последние 10 лет трижды кометное вещество доставляли на Землю. Всего было три экспедиции. Одна американская и две японские. Сейчас вещество активно изучают в лабораториях. Однако есть и другой способ изучения таких объектов – спектральный анализ. Он тоже хорошо развит в современной науке. И, возможно, совсем скоро мы узнаем ответ на главный вопрос. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.